Наше прошлое – это наше будущее. Такого девиза придерживается в Краеведческом школьном музее села Шабаново Амутинского района. Более чем за 30 лет существования фонды музея насчитывают свыше тысячи экспонатов. И количество их постоянно пополняется, как знают наши корреспонденты. Здравствуйте, меня зовут Валерия и я проведу вам экскурсию по русской избе. Крестьянское жилище состояло из избы и горницы. Главной в избе была русская печь. Илья Муромец провел на ней 33 года. Емеля использовала в качестве транспортного средства, а девочка из сказки «Гуси-лебеди» спрашивала совета. Настоящая русская печь сегодня – редкость. А раньше на Руси и без неё не обходилась ни одна семья. Днём в печи готовили, а ночью на ней спали. Теплее места было не найти. Есть в музее и утюг накаливания. Его нагревали на той же самой печи. А задолго до чугунных наши предки пользовались деревянным предшественником. На валёк наворачивали холстину и с помощью катка проворачивали ткань на лавке. Ткань, конечно, не разглаживалась, но грубое холщевое изделие становилось мягче. Горница – аппарадная или чистая часть крестьянского дома. Нарядно украшенная кровать с расшитыми наволочками и покрывалом, кайму которого вывязывали крючком. Узоры были разные, по ним можно было узнать губернию и статус владельца. На стенах – ковры. Они принадлежали мастерице Августе Рифель, ковровщице в четвёртом поколении. Вот всё это она подарила нашему музею. Ткацкий стан она помогала нам собирать его, приходила, мастер-класс давала. К сожалению, он, конечно, не действующий, потому что там старенький очень. Гордость школьного краеведческого музея в Шабаново – коллекция икон. Одна из них особо ценная – конца 18 века. Подарок выпускника. Такая традиция сложилась с самого основания музея с 1985 года. Такая удивительная особенность этого музея. Вот это же школа, перемена. Вот шум и гам, только заходишь сюда, и здесь такая оглушающая тишина. Видимо, вот эта старина, она так вот всё это действует. Я здесь хожу, и вот не слышно даже, что там кричат, что там ещё. Своя жизнь. Своя жизнь, да. У музея много грамот, благодарственных писем и наград. Но главное – музей не пустует. Здесь всегда есть посетители. Потому что трогать можно всё и всем. Значит, интерес к истории жив. Дмитрий Обухов, Аксинья Усольцева, Вячеслав Иваненко, Валерий Сюткин. Новости культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова